Особое мнение на 101FM Это маркировка товаров Обуви и фармацевтической продукции Маркировка молока Вчера на нашем сайте появилась новость О том, что молоко в Кировской области Может подорожать Наши производители говорят о чем Нужны затраты на оборудование для маркировки Сами эти марки стоят определенных денег На каждую практически баночку продукции Надо будет вот это налепить Плюс еще и магазины, которые торгуют этой продукцией Лишаются определенного льготного режима налогообложения Это если мы сейчас про обувь говорим и про лекарства Единый налог на вмененный доход И с этого года, фактически с января Вынуждены переходить на упрощенную систему налогообложения А там выше все равно затраты Налоговое бремя выше Так или иначе Вот сейчас пока производители не могут сказать Они смогут заложить, значит, вот эти все затраты В стоимость товара или нет Вроде говорят, что нет Но мы-то понимаем, что так не бывает Так не бывает Все равно так или иначе Конечным человеком, который пострадает, будем все мы Это покупатели Неважно от того, что существующие магазины несут затраты Допустим, если мы о реализации говорим От того, что их меньше становится Потому что с затратами не все справляются И цена, соответственно, растет Чем меньше конкуренция, тем выше цена Ну, уже почти стало особым мнением Анны Лапшиной Нет, простите, Азиаталич Да, я пыталась в курс дела немножко слушателей ввести Да, вопрос в чем? Что делать и почему это происходит? Ну, у меня на этот такой взгляд, может быть, он не совсем свой Потому что я знаю людей, которые разделяют его Что большие люди в Кремле и их друзья Решили собрать очередную партию денег для тех, кто входит в этот круг То есть, сама маркировка, с моей точки зрения, как таковая, не нужна Она только усиливает контроль людей, которые сегодня стоят у руля государства За всеми То есть, это, в принципе, в рамках политики усиление контроля Еще большего, тотального контроля за своими гражданами С моей точки зрения, она ни к чему, особенно, когда видишь это на примере продуктов питания Которые, ну, мы уже с вами говорили по этому поводу Есть уже система Меркурия, которая и так практически не оставляет никаких дыр Осталось только сейчас наехать на физических лиц с этой маркировкой Не с маркировкой, а с этой системой, так сказать, Меркурия К тому, к чему они уже тоже, как бы, чиновники готовы И, собственно говоря, все И поэтому, когда говорят, что там, видите, все же оправдывают там Ну, фальсификаты, это же борьба с фальсификатом Чтобы мы некачественную продукцию, и дай бог, некачественные тапочки попадутся Или некачественные сапоги Например, там, пальмовое масло не является фальсификатом Зато везде сейчас оно присутствует официально, не в качестве фальсификата А мы, например, знаем, что во всем мире говорят о том, что пальмовое масло, оно вредное для здоровья Но, тем не менее, есть люди у нас, которые конкретно монополизировали и контролируют Ну, там, злые языки указывают на Володинскую группировку, например Вот там читаешь, как бы, вот вроде как там, вот там находится Ну, в интернете там иногда листаешь Я не знаю этого То есть от введения системы маркировки конкретные компании будут получать прибыль Да, конкретные компании будут А инфилированные с конкретными людьми И самая конкретная компания, это, значит, компания, которая контролирует Алишер Усманов, Чемизов и Галицкий Вот, то есть все известные, как бы, фамилии На федеральном уровне известные Да, и зачем с людей собирать, вот с простых людей собирать эти деньги Потому что, так или иначе, действительно, Анна, эти затраты лягут на плечи потребителей И, другое дело, выдержат ли они и могут ли дальше покупать себе Я уже не говорю про одежду, потому что многие уже и не могут себе обновлять одежду раньше, как это было А могут ли они уже себе покупать достаточное количество еды, несмотря на то, что... На самом деле, еда и лекарства Да, да, да Это то, что вот, ну, это вопрос выживания Ну, так и, посмотрите, там, у нас совсем недавно прошла информация, что люди не могут позволить себе купить вторую пару обуви А мы уже говорим о том, что вот обувь надо маркировать Маркировка обуви — это удорожание обуви Так которые люди не смогут купить первую пару обуви И что им делать? Шить, начинать, так сказать, своими руками лапти, что ли, плести Так уже вроде как и подзабылось это, значит, мастерство Курсы можно открыть Это мастерство подзабылось Идея для стартапа А с людей собирают как бы последнее, что у них есть И потом удивляются, что вот почему люди там не обращают внимания на детей Почему люди спиваются, почему там и так далее, и так далее Но нельзя до такого состояния доводить людей, когда у них денег уже не хватает на еду И это потому, что налоговая, финансовая политика страны такая Во-первых, собрать у тех, кто зарабатывает все, что у них можно Вот вы, наверное, слушали тоже выступление Мишустина в Совете Федерации Когда его спросили, а мы вот сможем как бы обеспечить финансово там Такие-то, такие-то планы Значит, на что он сказал Да, мы там усовершенствуем работу с кадастровой стоимостью Там с имущественными налогами А еще у нас вот продажа товаров в интернете не обложена А еще вот самозанятые, значит, учителя-репетиторы там и так далее Большое поле для приложения усилий Да, еще вот мы, конечно, соберем Вот где мы соберем То есть уже получается, что наше все Нефть, газ и металлы, как бы, да Уже, вот понимаете, вот их амбициям уже не отвечает Они уже собирают людей, чтобы сделать себе капиталы Почему себе? Подождите Ну а кому? Подождите Маркировка кому делает капиталы? Бюджет не попадает ни копейки Если только посредством через Ростех там какие-то дивиденды В чем я очень даже сомневаюсь Там попадут бюджет там из этих 25% Конкретные компании на этом заработают? Конкретные люди заработают на этом И они все очень близки к кремлевской группировке власти Вот, собственно говоря, как бы происходит, что А давайте вернемся назад Вспомните, мы уже перестали про Платон говорить Конечно Уже забылось Пожалуйста, забылось А, значит, вот есть некоторые там расчеты Пояса затянули под сужен Цифрами очень сложно Никто их старается не давать Что собирается и собирается там порядка 300 миллиардов рублей А на то, чтобы обслуживать систему, так сказать Надо там в лучшем случае максимум 20 миллиардов Зачем собирать с людей эти деньги? Куда? И это собирает тоже частная компания За которой стоит там Ротенберг, например А давайте еще чуть-чуть вернемся назад Введение, значит, кассовых аппаратов В том числе там, где собственнику это не нужно Вот везде ввести кассовые аппараты Онлайн-кассовые аппараты Которые там по подсчетам там обошлось Ну, тоже цифры разные называют Как бы, да? Различные эксперты Там порядка там 30 с лишним миллиардов рублей Это тоже залезло, значит, перетекло в карманы Это ведь собирается То есть сначала это залазит в карман бизнесу А потом это залазит в карман потребителю А потом это залазит в потребителю Потому что бизнесу-то куда? Но состояние бизнеса, смотрите Бизнес-то не может в карман потребителя сильно залезть Потому что как только он начинает это делать Потребитель уходит в другую категорию То есть он начинает искать еще дешевле, еще дешевле И, соответственно, мы что с вами видим? Мы видим уменьшение количества Значит, ну, давайте по Кировской области судить Мы увидим уменьшение количества занятых в малом бизнесе, хотя по нацпроекту предусмотрено увеличение. И сегодня у нас первый год этого нацпроекта. Да, подождите, Азиз Алич, все-таки давайте вот мы сейчас там разберемся, да? То есть мы поняли, что для потребителя все равно, так или иначе, нагрузка на его кошелек вырастет. Невыносимая нагрузка для потребителя уже. Ну, сейчас невыносимая, а дальше-то что? Мы же не сможем ходить босиком и не покупать лекарства и продукты. Но в то же время, ну, наверное, будут ходить босиком и проголосуют за поправки Конституции, которые предложил президент. А он предложил там свою неприкосновенность, например. Но зато там есть пункт индексации пенсии. Уж какая это будет индексация? 0,1% там или какая-то. Ну, видите, видимо, народ готов. Все будут ходить босиком, дотягивают пенсии. Босиком и голодными, но пойдут поддерживать, так сказать, неприкосновенность президента. Да подождите, может, не пойдут еще? Да как не пойдут? Посмотрите, какая пропаганда. Да посмотрите на нашу политическую элиту, которая бегом уже четыре провели уже, значит, так называемых собраний, где в основном чиновники выступали, где уже полностью одобрям выразили, как бы, всем этим предложением. Ну, даже если люди не пойдут, ну, значит, посчитают, как надо, еще кто там, у нас Сталин говорил, да? Главное, как посчитать. Ага. Понятно. Главное, никто голосует, а кто считает. Да, как посчитать. Поэтому тут вопрос-то такой... Понимаете, все, что делается в сфере бизнеса, оно не направлено на развитие бизнеса, оно направлено на то, чтобы... То есть все, что делается государством в сфере бизнеса, и все, что декларируется как действие в сфере бизнеса. Да, да, да. плодилась эта корова, чтобы ее больше стало этих коров хорошие сорта и так далее. И потом доить побольше. А плохой хозяин, а они уже, видимо, Кремль уже себя хозяином чувствует. Они чувствуют уже вот это политическое элита страны хозяином уже в стране. Не слугами народа, а хозяинами этих людей, понимаете, да? То есть люди для них, получается, лично я так считаю, уже рабами. И вот этот хозяин, он действует как рабовладельческом обществе. То есть я уничтожу этих рабов? Ну, другие родятся. Ну, или где-нибудь там привезу откуда-нибудь, где-нибудь там войну начну, откуда люди побегут, так сказать. И вот я их там заберу и опять... То есть пополнение бюджета происходит посредством обеднения людей. Это недопустимо. Ну, это есть. Ну, это есть. Азиз Агаев в нашей студии. 20 секунд перерыв, и мы вернемся. Особое мнение на 101FM. Азиз Агаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» и заместитель председателя Кировского союза промышленников и предпринимателей. Говорим о увеличении так или иначе все-таки налогового времени. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь. На предпринимателей, да? Ну, вам скажут формалисты, чиновники, что это не налоговое бремя. Ой, да ладно. А что это? Это издержки бизнеса. Нет, это, по-моему, промаркировка издержки бизнеса. Извините, пожалуйста, то, что предприятия не смогли и не смогут применять систему налогообложения ЕНВД, а вынуждены переходить на ОСМ. Рост налогового бремени. Это да. Вот. На местном уровне законопроект. Его завтра, видимо, будут принимать. Сегодня на комитете в ЗАГС собрании еще раз он обсуждался. Это история следующая. У СН это 6%, там и 15% в зависимости от того, какой механизм расчета ты выбираешь. Значит, в Кировской области принято было решение для тех компаний, то есть обувщики и фарма, которые лишаются ЕНВД, у СН сделают не 6% и не 15%, а 4% и 7,5%. Да, но не принято еще решение. Ну, завтра будет обсуждаться на законодательном собрании. То есть внесен законопроект. Да. Предприниматели говорили, что это все равно много. То есть во многих регионах снижен до 3%, да, с 6%. В Московской области до 1%, по-моему, проценты, как говорят наши предприниматели. Наши говорили, сделайте хотя бы 2. Хотя бы 2. Сделают 4. В 2 раза больше, чем просили предприниматели. Что будет с нашим бизнесом? Смотрите, вот сама постановка вопроса, вот несмотря на то, что там Роман Ситов в своем особом мнении там аплодировал ему и говорил, что вот как круто, так сказать, там будет, ну, я там дословно не помню, фармировал, а морально. Еще раз, почему? Смотрите, мы увеличиваем нагрузку и издержки бизнеса, налоговую нагрузку и издержки бизнеса. Сначала путем внедрения онлайн-кассовых аппаратов, потом, значит, маркировку, потом системы там всякие, Меркурий там и так далее, что нужно государству для контроля. И это все уходит в карманы частных лиц, якобы под лозунгом контроля за качеством, за качеством той продукции, которая до россиян попадает, доходит, да. А дальше, значит, так как, наверное, какое-то понимание есть, что это, в принципе, невыносимо, да, а дальше что происходит? Дальше происходит обескровливание регионального бюджета. То есть, по факту, эти деньги, которые попадут в карманы, значит, частных лиц, близких там к политической элите, они изымаются из региональных бюджетов в том числе. В смысле? Ну, смотрите, если бы не было всех этих нагрузок, все бы оставалось стабильно, любят, работали, они же привыкли работать там, 6 процентов, 15 процентов, все у них было хорошо, ЕНВД, все было хорошо, бюджеты поступали суммы. Потом начинается вся эта катавасия с тем, чтобы увеличить доходы хороших людей там где-то наверху, и возникает вопрос, что вообще-то, слушайте, ведь невыносимые условия для бизнеса, может, мы что-то сделаем и сверху, ну, давайте вы там из регионального бюджета найдите деньги, мы вам разрешаем, значит, уменьшить налогообложение, значит, предпринимателей. Заведи к себе в дом всех животных, а потом их выгони и порадуйся. Ну, в общем, примерно так. Притчи, да? Примерно так. И вот, поэтому это аморально. И вот наши депутаты, наши депутаты, они как, боже мой, как это, какое-то слово сказать, чтобы мужиков-то не обидеть, потому что, ну, есть ведь, я говорю, недавно с некоторыми разговаривал, я говорю, ну, ты вот отличный мужик. Они понимают вообще? Они понимают. Вот он говорит, ну, я же член фракции, мне говорит. Я говорю, ты же сначала, ты же не сначала член фракции, ты сначала чей-то сын, чей-то отец, ты сначала чей-то друг, ты сначала гражданин страны, а потом ты член фракции. Фракция-то какая? Единая Россия. Фракция единая, большинство региональных. Да, ну, конечно. И вот, на самом деле, вот с ними разговариваешь, они по отдельности-то, вот, когда разговариваешь, все понимают, и глаза отпустят, и покраснеют, и ответить-то нечего, как бы, да? И говорят, я бы вышел, но ты же понимаешь, что будет там дальше. Я говорю, я понимаю. А что будет дальше? А что будет? Значит, будет гнобление предприятия. Будет всяческое, ну, потому что, ну, это же выход известного, например, человека из Единой России, там, руководителя предприятия, это, ну, это же серьезный проступок. Вот вспомните царство ему невестное покойного Сураева. Ведь сколько разговоров-то было. Василий Купередович. Да, значит, когда он, а он был достойный человек, он и поступал достойно, он и возражал достойно верхам. Понимаете, может быть, это и часть его здоровья унесло в результате, потому что он столкнулся с безразличием своих коллег к судьбе области. Понимаете? И вот, вот такой вот законопроект, который сам по себе аморален. А что должны были делать? Нельзя, нельзя из регионального бюджета перекладывать налоги в карман, значит, неких частных лиц. Что должен сделать? Не в федеральный бюджет, а вообще там, да? Не в федеральный бюджет, не в федеральный. То есть деньги от людей, от налогоплательщиков эти деньги уходят. Почему? Вопрос-то, потому что маркировка. А почему маркировка? Потому что надо было кому-то, значит, устроить бизнес. Они же под санкциями. Хорошо, а тогда на местном уровне что должны были делать наши законодательства? На местном уровне должны были выходить с предложениями и твердо на этом стоять, собирать своих сторонников в других областях, чтобы отменить маркировку, отменить, значит, Платон, отменить онлайн-кассы, которые нафиг никому не нужны. Вы себе как это представляете? То есть это письма какие-то должны были быть? Это решения должны быть приняты. Прямо законодательное собрание регионов. Конечно, конечно. Конечно. Вот вам эта ситуация реальной кажется вообще? Мне кажется, очень реальной. В нынешней политической системе законодательное собрание регионов, большинство в которых Единая Россия. Вы знаете, вот вопрос ведь такой. Ты хочешь жить достойно жить достойно и быть человеком? Или ты хочешь потом, не поднимая головы и глаз, но опозориться по факту? Ведь что происходит-то на самом деле? Происходит по факту уничтожение бизнеса на территории Кировской области. Вот даже вот этот сам по себе, он реально, вам же предприниматели реально говорят, этого мало. Это действительно мало, потому что у них, у некоторых там пять раз повышается. Ну, два с половиной, от двух с половиной до пяти раз вырастет нагрузка. Там пять раз повышается. Значит, снижайте пять раз налог, если вы уже считаете, что это морально за счет областного бюджета. Снижайте пять раз. Вот было пятнадцать, сделайте три. Было там шесть, разделите на пять. Значит, один и два. Вот будет как бы... Сегодня на комитете, я просто с коллегами консультировалась, кто был как раз на комитете. Говорят, что объяснение было следующее. Мы не можем снизить больше, чем до четырех процентов, потому что тогда у нас будут, видимо, какие-то проблемы вот с московскими кредитами, вот этими, которые наша область получает. Эту басню, я уже слышу, я вот эту басню, пусть, пусть они попробуют это сделать, потому что они уже сделали и получают там и в Хакасии, и в других, так сказать, республиках уже... Граждане уже говорят, вообще мы... Че, мы кем являемся-то в России? Мы... Ну, в первую очередь, мы все налогоплательщики. В первую очередь, мы граждане этой страны, которые имеют право на достойную жизнь, которые имеют право на то, чтобы сами решать свою судьбу, а не, значит, путем, так сказать, подстановок каких-то в результате так называемых подготовленных голосований, буду аккуратно выражаться. Так, ну, в общем, отношение понятно ко всем этим изменениям, а перспективы мы можем какие-то обрисовать? Перспективы? Нет. Маркировка будет наступать, и не только маркировка, и много других обременений еще будет, которые нужны будут государству. Значит, предпринимательская свобода людей будет все больше и больше ограничиваться, соответственно, предпринимательство как класс будет умирать, зато будет процветать такой политический класс, как государственная бюрократия. Ну, это глобальные изменения, а вот в короткий промежуток времени, там, ну, допустим, год, два, три, вот эта вот история с... Продолжается, у нас ведь продолжается падение количества предпринимателей и зарегистрированных... Как же нацпроект? Так, подождите, то есть регион... По нацпроекту нужно... Важно потратить... Потратить деньги. Изменят показатели, значит, переведут там на другую работу, там с нужных людей из одного кресла пересадят там в другое кресло, и все будет хорошо. Главное – освоить деньги. Выделено, так сказать, вот сейчас что происходит? Происходит освоение, бессистемное освоение денег. Бессистемное. Называется проект. Какой проект? Дайте людям условия для работы. Они сами сделают вам этот национальный проект. Не дадут. Сами сделают. Не дадут. Потому что, ну как, все же будет бесконтрольно. Конечно. А, что такое бесконтрольно? А, что такое богатый человек? А что такое независимый человек? Это человек, который имеет свое независимое мнение. А зачем верхам независимых мнений независимых людей? Ну зачем? Они же начнут думать, начнут говорить, обсуждать. А потом, глядишь... Еще голосовать пойдут неправильно. А тут как раз подоспела неприкосновенность, это сказать, экс-президентов... Российской Федерации. Российской Федерации. На всякий случай. Ну, понимаете, неприкосновенности от Божьего-то суда нет. Вот люди не понимают этого. Божий-то суд, он уже установлен. Там никак депутаты не могут нести изменения. Не все в это верят, Азиз Алиевич. Не все верят, но все увидят. Как этот самый неверующий говорит, увижу, поверю, Господи. А Бог говорит, поверишь, увидишь. А не поверишь, все равно увидишь. Придет время. Хорошо. Давайте так тогда. Вот история, которая связана с... Ну, как мне кажется, эта история, во всяком случае, она декларируется как некое снижение нагрузки на бизнес. Это то, о чем вчера написал РБК, вчера и позавчера. Снижение, ну, скажем так, декриминализации некоторых правонарушений и проступков в экономической сфере. В частности, предложено Госсоветом отменить статью Уголовного кодекса невыплаты зарплаты 145.1, который предусматривает лишение свободы на 5 лет. Ну, а плюсом, значит, может быть ужесточена ответственность для следователей, которые возбуждают необоснованные уголовные дела по экономическим преступлениям. И еще, насколько я понимаю, есть вероятность того, что будет каким-то образом снижено там наказание за неисполнение никаких контрактов и еще чего-то. Вот такая история. Экономические преступления декриминализируют хотя бы частично, да, и люди не будут отвечать там годами своей жизни, проведенными за решеткой, а есть предложение наказывать их каким-то иным образом, ну, штрафами там или еще чем-то. Ну, путем люмпинизации этих людей как бы. Что вы имеете в виду? Ну, сделают большие штрафы, обанкротят. А, все, я поняла. И так далее. И человек, который был активным там думающим, творческим, станет люмпиным. Понятно. Лишится своего статуса, мало того, не сможет создавать какой-то дополнительный продукт. Собьется, заболеет там еще что-то. Поддерживает российскую экономику. Поэтому тут оценивать, понимаете, вот это вот введение уголовной ответственности за невыплату зарплаты, оно не было эффективным. Не работало. Оно не сильно работало. Так, Азиз Альич, я прошу прощения, нам надо сделать перерыв на рекламу, и после этого мы к теме вернемся. Особое мнение на 101FM. Азиз Агаев, в нашей студии мы продолжаем. Итак, невыплаты зарплат перестанет стать, перестанет быть преступлением со знаком вопроса. Уголовным преступлением. Да, Азиз Альич говорит, что вообще в принципе эта мера не работала. Потому что на самом деле субъективного фактора было очень мало в этом деле. Было, но достаточно мало было субъективного фактора. В основном факторы были объективные. Например, вот я так считаю, что, например, КЧУС не выплатила какую-то часть заработной платы своим работникам. 28 миллионов, да? Это для КЧУСа вообще небольшая сумма. Для людей это сумма. Защительная, конечно. А для самого предприятия это была небольшая сумма. Но я-то знаю, что по объективным причинам, то есть сам КЧУС стал жертвой, собственно говоря, того, что государство не вовремя с ним рассчиталось. Потом государство чинило какие-то противопротивления на его деятельности перед КЧУСом, чтобы выполняло свои обязательства. Потом по надуманным основаниям были заведены дела налоговые, по которым, с моей точки зрения, вообще совершенно не имея на то законных оснований, они были присуждены. присуждены. Ну, к чему мы приводим пример, кировское предприятие, которое, собственно говоря, сейчас вот как раз... Поэтому там... Ну и что сейчас? Сергей Кучеров. Да. Давайте мы возбудим там... Преследовать. Дело и будем его, значит, преследовать. Извините, так тогда давайте сначала тех, кто создал такие условия для существования этого предприятия, привлекайте всех, кто занимался там своими деяниями. Так, подождите, вы говорите о том, что невыплата зарплаты, как злонамеренное такое преступление, это очень редкий случай. Очень редкий случай. Всего это происходит по объективным каким-то причинам. Да, потому что, ну, как правило, ну, это же совсем мошенники, ну, я таких тоже знаю, но, как правило, вот таких людей... Так хорошо же тогда, Ази Салевич, получается, что декриминализируют ее эту статью. Декриминализируют, потому что, если бы она правильно бы применялась, то пусть бог с ней и оставалось бы. Но когда ее начинают использовать в качестве там... Инструмента давления? Инструмента давления, доказательства, что мы принимаем меры, знаете, у нас ведь люди... Ну, конечно, да. Это госработники-то, это чиновники любят, они как бы галочку поставили. Вот смотрите, мы ведь тут, мы ведь тут вот выполнили... Наказали злодея. Да, наказали. Мы вот написали, что давайте привлечем его к уголовной ответственности. Почему вы не привлекаете? Это ведь, смотрите, там правоохранительные органы его не привлекают. Они, мы тут виноваты-то. Это вот он. А у него, вот смотрите, сколько имущества мог бы продать там, а он и продать-то уже не может. А там система-то, знаете, какая? Как только чуть-чуть что-нибудь, арестовываются счета, накладывается арест на все имущество там и так далее, и так далее. И в определенный момент человек остается, предприниматель, руководитель предприятия остается в ситуации, когда у него вроде как есть инструменты для погашения должности, а он не может погасить, потому что все имущество находится под запретом. Так, подождите, а давайте мы на эту историю со стороны человека посмотрим, который наемный сотрудник. То есть предприниматель, я поняла, да? А вот наемный-то сотрудник, ему ведь действительно все равно, что будет с этим предпринимателем, который ему там 20 лет. 28 или 30 миллионов задолжал. Если бы пути бы не закрывали этому предпринимателю, который не является недобросовестным, то он бы, скорее всего... Рассчитался? Конечно. Такая пауза у нас просто повисла, потому что я, честно говоря, сейчас пытаюсь понять, а каким образом тогда в плюс сыграет вот эта история с неким послаблением. Плюс, что, ну, вот, я, честно говоря, хочу сказать, оно сыграет только в одном плюс, и это большой будет плюс, что добросовестных предпринимателей и руководителей предприятий, которые... Не было никогда никакого, как бы, желания не платить своим работникам, перестанут прессовать вот этим уголовным прессам. То есть, по крайней мере, эти люди останутся на свободе? По крайней мере, на свободе и, по крайней мере, с точки зрения уголовного законодательства будут не запятны. Хорошо. Переходим к следующим темам тогда. Я бы хотела, Азиз Алич, чтобы вы прокомментировали еще федеральную вот эту вот историю с делом сети организации, признанной террористической, запрещенной в России. Я просто вас прошу это сделать, потому что вы человек, с которым мы часто говорим, в том числе, там, о какой-то молодежной политике, там, да, и о работе с молодыми людьми там, разных национальностей. Вот. И здесь обвинения довольно серьезные. Обвинения, там, в терроризме, в создании преступного сообщества, чуть ли там не в свержении государственного строя. Ну, слушатели наши наверняка в курсе, да, сроки от 6 до 18 лет. При этом фигуранты заявляли о пытках многочисленных, которые к ним применялись. Эта история с пытками не проверялась. Во всяком случае, публично об этом не было сказано. И вот сейчас в интернете огромное количество просто писем от профильных организаций, начиная от ученых, там, заканчивая театрами. И там просто вот, ну, длинные простыни фамилий, и люди пишут комментарии по поводу того, что мы не верим. Мы не верим этому приговору. Я вообще, на самом деле, если бы вот была представителем власти где-нибудь там наверху, я бы задумалась. Ну, то есть, огромное количество жителей страны говорят, мы тебе не верим. Ну, я бы вообще не стал судить этих ребят военным судом, потому что они не являются военнослужащими. С чего это их, ну, там, наверное, они нашли основания для отнесения там подведомственности военного, так сказать, суда. Ну, само по себе, как бы, вопрос очень интересный, что в военном суде мы их решили судить. Но это не самое главное. Самое главное, что я тоже не верю. Я тоже не верю. И я с самого начала не верил, еще когда расследование там проходило. Другое дело, что, да, и я убежден, что их судят просто за их убеждение. Вот кому-то нужны были галочки, используя их убеждение, подстроили, значит, документы, с моей точки зрения. И, значит, вот засудили, осудили людей на такие сроки. За какие убеждения? За то, что они точно так же были недовольны тем, как управляется страной. Возможно, они широко высказывались об этом. Я не знаю. Но почему люди, молодые люди, начинают так или иначе достаточно радикально мыслить? Они не в том смысле, что радикально кого-то хотят там убить или там еще, а в том смысле, что очень радикально оценивают деятельность, скажем, правительства там и других органов власти. Что тебе, естественно, органам власти не нравится, ты помнишь, закон о неуважении, о неуважении, так сказать, к органам власти, да? Почему они начинают так думать? Потому что они каждый день видят, что любые действия этой власти, и это мое глубокое убеждение, сегодня направлены не для того, чтобы улучшить жизнь жителей этой страны. И когда они это видят, они же молодые люди, они реагируют совершенно по-другому. Они готовы сразу действовать. Вот, давай мы вместе выйдем куда-то, давай мы вот соберем людей, давай мы организуем организацию. Для них, они еще многие слова пикет-то не знают. Оказывается, просто на демонстрацию нельзя выйти. Вопрос организации организации даже стоит Просто собраться нельзя. Просто там, у нас же все нельзя, у нас же практически вся как бы свобода самовыражения, свобода как бы выражения своего мнения, она отобрана, и они это тоже видят. И, соответственно, что начинается, что им остается. И они в том смысле, что... Нет, мы понимаем сейчас, что здесь Ильич не говорит о том, что надо предпринимать какие-то радикальные шаги для того, чтобы эту ситуацию изменить. А в том смысле, что нам нужно подумать, почему люди так думают, и почему мы не можем в конце концов обеспечить людям конституционную свободу, свободно выйти, без оружия, мирно выйти и высказать свою... И не быть разогнанными. Посмотри московское дело последнее. Это же, ну, просто позор для страны. Там уже сколько человек... Смешно мне. А мне кажется... За звук, значит, пластикового стакана человек осуждается условно. А мне кажется, что вот это вот все такой, как бы, как клубок накручивается, 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 с каждым оборотом все сильнее и сильнее давление, и все больше сроки. Мы же видим это. Почему они такие до 18-ти лет, Азиса Лич? За что? Это акт устрашения. Для кого? Чтобы, ну, для всех остальных, кто... Чтобы в социальных сетях не писали? Кто недоволен, чтобы в социальных сетях не писали, чтобы не объединялись, чтобы боялись друг друга. Что кто-то донесет? Что кто-то пойдет, настучит. У нас же сейчас, как бы, это становится тоже таким достаточно популярным занятием. Так что... Хорошо. Те письма поддержки общественной и все эти петиции, которые были... Оценивают положительно. Все люди должны. Да, так. Они помогут? Да. Скорее всего, помогут с точки зрения, что... Понимаете, люди же понимают, что если закон диалектик и переход количественных изменений качественный, то есть, когда количество людей, выражающих свое недовольство, увеличивается, власть вынуждена к этому прислушиваться. Но пока я бы не сказала, что это в масштабах страны какие-то огромные цифры? Ну, пусть пока не огромные, но уже люди, которые так или иначе там пользуются определенным уважением в обществе, высказываются, значит, будет больше людей, которые прислушиваются к их мнению. Посмотрим. Через какое время вот это вот количественное там изменение в качественное или качественное в количественное перейдет? Если так пойдет, то очень скоро. Очень скоро это сколько? Ну, с моей точки зрения, в течение трех лет. В течение трех лет. Еще одна тема, тоже связанная с молодежью. Я попросила вас прокомментировать. Две минуты, правда, у нас остается. Это история Ильи Фарафонова. Мы с вами, по-моему, как-то уже ее обсуждали, да, на этой неделе. Слушайте, даже вот комментировать его не хочу. Нет, подождите. Тут не конкретно его поступок. То есть мы все понимаем, да, человек, который ездит без прав, не получив их, и еще под вопросом, ездит, возможно, в состоянии алкогольного опьянения, ездит, нарушая там, да, правила. И человек с таким бэкграундом, уже с совершенной аварией погибшими и пострадавшими. Мы все понимаем, чем это может закончиться. У меня вопрос в другом. А почему механизмов-то нет никаких до сих пор? Ну, не знаю. Это дыра в законе такая? Видите, мы в правоохранители боятся, что мама, там, адвокат. Нет, я думаю, что никто не боится. Она запривлекает, там, и так далее. Потому что, посмотрите, когда на ровном месте ничего нет, дело сети, 18 лет, и, значит, когда человек уже является, ну, по факту, причиной того, что людям нанесены серьезные там... Травмы, да, и один человек погиб. Один там скончался, условно говоря. И посмотрите, там, какой... Ну, Фарафонов не опасен для власти. Он опасен только для общества. А, то есть, если он на митинги пойдет с протестами, тогда очень быстро. Там его, наверное, завяжут быстро и посадят, и мама не поможет. А тут, что, подумаешь, там, несколько человек там покалечил, и, значит, один там... А на региональном уровне какие-то меры можно принять или нет? Ну, условно, законодательное собрание наше кировское на примере этой истории пишет какие-то документы и выходит на федеральный уровень с ними, что, ребята, давайте какие-то изменения внесем. Ну, конечно, почему нельзя? Можно пожизненно лишить и можно там установить... Там нечего лишать. Там только машину можно конфисковывать. Установить. Да, или какие-то драконовские штрафы. Да, установить там положение, что этот человек, если будет там замечен за рулем, то, значит, тот, кто ему дал автомобиль, будет тоже пожизненно лишен там и так далее. Не конкретного человека мы имеем сейчас в виду, а вообще конкретно... Вообще, потому что это же невозможно. То есть, понятно, что все эти нормы надо будет реально рассмотреть и посмотреть, как они... Прежде чем принять, чего у нас обычно не делается, рассмотреть, как это все будет работать, хотя бы смоделировать там, да? Вот. А так, ну, не знаю, у него же есть окружение, есть родственники, есть друзья, есть... Ну, слушайте, ну, если ты общаешься с дьяволом, то ты идешь по пути дьявола. Ох, как! Не надо этому человеку подавать руку. Не надо с ним общаться. Пусть он осознает, пусть он придет и покается. То, что он сделал, это и делает, это большой грех. Азиз Агаев, в нашей студии мы сейчас заканчиваем программу «Особое мнение». Я, Азиза Алейча, благодарю. Время наше, к сожалению, завершается. Спасибо. До свидания. «Особое мнение» на 101FM